Сегодня в программе. В открытом океане с вином и оперой. Роскошные яхты актеров Голливуда. Сейчас я вам покажу, как вдоль этого побережья плавают миллиарды долларов. И странные хобби элитных стоматологов. Как развлекаются учредители конкурсов красоты. Прямо сейчас на РТВИ. Лиза Каймен. Телеведущая. Гламурная дама. И просто замечательная женщина. Сегодня у нее особенный день. День рождения. Где встретить это событие? В шикарном ресторане или дома в компании близких? Как неутомимый профессионал, Лиза решает поработать. Куда занесет судьба, там и день рождения. И сегодня фортуна отправляет ее в океан. Аликс Бузников. Стоматолог. Киноактер. И эксперт жюри многочисленных конкурсов красоты. Такую многогранность я пропустить не могла. Как мужчина из России оказался в эксклюзивных рядах американских звезд. Это нужно обязательно разведать. Сегодня Алекс собрался прогуляться с друзьями на яхте. Я напросилась в океан с ними. Ну, кто же откажет девушке в ее день рождения? Руководите, куда идти туда. Компания собралась небольшая, но интересная. Кроме Алексея Бузникова шесть человек. Три стильные дамы и три друга хозяина. Один из которых сразу поражает воображение своим костюмом космической красоты. Впрочем, в этот день многое поражает. Обратите внимание на название вот этой старинной яхты «Мэйфлауэр». Именно так назывался первый корабль с первыми пилигримами, которые достигли в грехов Америки. Очень красивая. Жаль, конечно, что нам не на эту красавицу, но, надеюсь, у человека, который снимается в Голливуде, лодка соответствует статусу. Дизайнерские шубы и даже огромные бриллианты в сейфе – это ерунда. Да, в сравнении с яхтой. Именно яхта – атрибут стопроцентной состоятельности. И у стоматолога Бузникова этот атрибут имеется. Мощная яхта Бузникова зовется «русалкой». Она оказалась полностью деревянной, в отличие от новомодных, дорогих пластиковых игрушек. Судя по всему, раритет. Расскажите, что это за яхта, сколько стоит по секрету? Это очень хорошая яхта, это французская постройка. Еще очень известная компания, которая называется «Джини». Это практически аналог «Феррари» может быть. Ну, сколько стоит-то? Эта яхта стоит около 700 тысяч. Сумма солидная. Не каждому стоматологу по карману, но для Лос-Анджелеса цена скорее средняя. По статистике в Лос-Анджелесе самая большая концентрация богатых людей. Сейчас я вам покажу, как вдоль этого побережья плавают миллиарды долларов. Где-то здесь затерялась яхта самого Джонни Деппа. Он купил ее за 18 миллионов долларов. Для второй жены. Ну, это еще копейки, точнее, центы. Тут встречаются еще более роскошные посудины. Вот на том причале есть яхта, которая стоит там 300 миллионов долларов. Абрамович сюда не заплывает. Слишком мелкий залив для его яхты. Ну, и кроме него есть миллиардеры, для которых 300 миллионов – привычные траты. Здесь в городе Ангелов вращаются огромные деньги. На самом деле у Алекса яхта не одна, но мы выбрали именно вот эту, потому что на ней снимали последнюю летнюю коллекцию Louis Vuitton. А почему вот Louis Vuitton именно эту яхту выбрали? Ну, они просто хотели снять… У них была морская коллекция, там очень много красного, белого и синего. Они хотели снять либо с парусом. Да, парусная яхта – это, в общем, редко это осталось. У стоматолога Бузникова не только яхта редкая, у него и дом непростой. Вот этот дом как бы оригинальный, то есть этот дом построен в 1934 году. Хоть и старенький, но зато никакого кондиционера не нужно. В окна постоянно свежий бриз с океана. Такой комфорт стоит недешево. В доме старинная мебель. Работа итальянских мастеров. Сплошь антиквариат. Антиквариатом увлекаются многие богатые люди, но наш сегодняшний герой собирает вещи, которые принадлежали голливудским звездам, ни больше, ни меньше. За этим шкафом, например, он долго охотился, и когда-то он стоял у девушки Джеймса Бонда. Такие причуды у лос-анжелеских стоматологов. Во сколько обошлась Бузникову причуда с уникальным шкафом, он скромно умолчал. Но зато на автомобиле, которым очень гордится, прокатил. Машину я недавно ее купил, это Ниссан И-370. Эффектный автомобиль. Изначально разработан для каньонных гонок. Правда, Бузников на нем гоняет не по каньонам, а все больше по пляжам. Тут, кстати, Шварценеггер начинал в одной из качалок буквально, вот в этом месте. В курортном городке Санта-Моника и сейчас много земли и недвижимости принадлежит Арнольду. Кстати, именно Шварценеггер как-то замечательно высказался. Деньги не сделают вас счастливее. Сейчас у меня 900 миллионов, и я так же счастлив, как и тогда, когда у меня было 850. И, судя по всему, Алекс Бузников тоже пребывает в состоянии расслабленного счастья. Насколько я знаю, американские стоматологи получают в среднем 150 тысяч в год. Но чтобы купить яхту за 700 тысяч и дом на побережье за 4 миллиона, как Бузников умудряется заработать больше других врачей? Попробуем выяснить. Выйти в соседний магазин за хлебом и встретить Тома Круза – шанс есть. Ну, один на миллион. Гораздо реальнее застрять в лусанжельской пробке под соседством Джонни Деппом. Но кто сидит в соседней машине, вы можете и не знать. Крутые авторы здесь могут позволить себе не только звезды. В лусанжельце хватает других богатых людей, которых вы еще не знаете. Не знаете? Пока я вас с ними не познакомила. Как вы думаете, кто личный стоматолог Брюса Уиллиса? Оказывается, русский эмигрант Алекс Бузников. У меня бренд, где хранится челюсть Брюса Уиллиса. Потому что мой техник ему делал зубы, и у нас осталась модель там. То есть у вас есть вот такие зубы, такая модель зубов Брюса Уиллиса? Да. Техника мне не показали, только зубы. Остается верить на слово. Или не верить. Одним лишь крепким оришком дело не ограничилось. Бузников делал голливудскую улыбку и Джеку Николсону, и Камерон Диас. Голливудская улыбка сколько стоит в Голливуде? Ну, самая дорогая может быть где-то 3,5 тысячи. За один зуб? За один зуб. Насколько я знаю, недавно к нему прилетала делать виниры Анна Седокова. 28 штук во весь рот. Это во сколько же ей обошелся наш стоматолог? Сейчас посчитаем. Хм, почти 100 тысяч долларов. Но она в итоге довольна? Она осталась чуть-чуть довольна. Она сняла рекламу для нас. У меня там до сих пор на Фейсбуке все висит. Стал клиентом стоматолога и очень известный в советские годы актер Олег Видов. Вон деревья, вот бульвар. Вон дом серый. Ну, человек. Причем у Видова был очень своеобразный стоматологический каприз. Он говорит, ну, как-то вот мне нужно улыбаться, напрягать мышцы, чтобы улыбнуться. И говорит, я хочу, чтобы у меня улыбка была все время. Я говорю, это как улочили, что ли? Я говорю, ну, хорошо. И мы сделали обвинеры просто вторым слоем. То есть мы его удлинили еще сильнее. И они у него получились просто реально вот такие вот улыбки. Сама по себе как улыбка чешистского кота. Зато на Сергея Шнурова Алекс обижен. Скандальный рокер прилетел в Америку делать зубы. И, оказывается, не к Бузникову. Я говорю, ну, приводить ко мне Шнура домой. И потом объяснять, что он пошел кому-то другому взял виниры. То есть я думаю, как это так? То есть я даже как бы обиделся, почему-то мне никто не дал с ним поработать. Никогда бы не подумала, что Шнур будет делать себе белоснежные виниры. В его стиле скорее прокуренные зубы, ну, или парочка золотых фикс. Интересно, зачем ему голливудская улыбка? Он говорит, я потратил 250 тысяч здесь. Такая запредельная сумма чересчур даже для совсем не дешевого Бузникова. Скорее всего, Шнур просто прихвастнул. Или Алекс Бузников наговорил от обиды. Я, честно говоря, сомневаюсь очень, что он столько мог потратить. Чего боится богач стоматолог? Девчонки приходят познакомиться с врачами. Глава мафии в мини-юбке. В 83 года она шикарно выглядит, сексуально. И русские бандиты в Галилути. Если есть деньги, можно туда посниматься. Через несколько минут на Активиай. У стоматолога Бузникова три стоматологических клиники. И все три в престижных районах. Сколько стоит аренда? Здесь я получил около пяти тысяч в месяц. Значит, на три клиники 15 тысяч только аренда. Представляю, сколько он зарабатывает в месяц. Наверное, речь идет о сотнях тысяч. Можно себе позволить и дорогое вино клиентам наливать. А вино какое наливать? Красное или белое клиентам? Белое, шампанское. Красное пить не надо. Красное пить не надо. Прошу от зуба, да? Да. Заманивает в своей клинике как только может. Но приходит сюда, конечно, не за вином, а за зубами. Любые желания пациентов исполняются. Хочешь зубы, как у вампира? Пожалуйста. Хочешь, как у актрисы Джессики Билл? На здоровье. Но самый частый каприз – это драгоценные зубы. Такие вот там камешки, брулики, там маленькие рубинчики, там звездочки. То есть это может быть 14 карат золота, или там могут драгоценные камни быть. И определенное количество людей хотят этого. Ну, а чтобы отвлечь пациентов от запредельной суммы счета, их старательно развлекают и отвлекают. Я уже, честно говоря, не понимаю, где я нахожусь. Не то в стоматологической клинике, не то в галерее, не то в музыкальном салоне. Запутаться не мудрено. Веселенький цвет стен. И повсюду не плакаты о правильной чистке зубов, а арт-объекты. Любой из них можно купить. Фотографии, они где-то в районе 1200. 1200 фотографии, да? Фотографии для стоматологической клиники необычные. Обнаженные девушки под водой. А вот, кстати, и автор эротических шедевров. Обнаружился на яхт-вечеринке. А с чего вдруг возникла такая идея? Вообще с чего вы занялись фотографией? Вы чем занимаетесь вообще? Сначала я занимался молекулярной генетикой. Серьезно? Да, я окончил аспирантуру в Новосибирске. Вот так простой российский ученый-генетик прославился в эротическом искусстве. И даже добрался до всемирно известных музеев. В прошлом году его работы выставлялись в Лугаре. У хозяина парусной яхты история не менее заковыристая. До стоматологии он изучал опухоли мозга в Индианаполисе. Там очень интересные были научные проекты. Но у меня даже был образец мозга Элизабет Тейлор. Боже мой. Там у нее говорили опухоль. Уже в Лос-Анджелесе специалист по мозгу переучился на стоматолога. И прибыльный бизнес мгновенно привлек местную мафию. Глава клана появилась в клинике в облике старушки-одуванчика. То есть 83 года, она шикарно выглядит сексуально. Пришла на мини-юбке. Видно, что с тобой сидит. Мне просто было интересно, что она в таком возрасте ведет себя соответствующе. В общем, в наше время не надо продавать душу дьявола, чтобы оставаться вечно молодой. Достаточно продать ее пластическому хирургу. У нее там что-то 200 жертв. Она работала с двумя сыновьями. То есть она глава мафии. И последний эпизод был. Они отжали здание Берли-Хиллс, которое стоило 2,3 миллиарда долларов. Отжать бизнес у русского парня американским мафиози не удалось. Не на того нарвались. Я говорю, я звоню сейчас в ВБР просто. Я говорю, 10 секунд, я еще просто исчезну. Прежде чем я просто поднимаю телефон. Он моментально испарился. Ну, опасный просто человек. Я бы с вами побоялась бы, наверное, где-то остаться. Алекс Бузников любит не только рассказывать труп на бандитские истории. Он еще и снимается в них. Вот, например, у русского мафиози на глазах убивают проститутку. После чего заставляют его расчленить труп и сбрасывают в море. Сказать честно, роль совсем не требует таланта. Но все равно не пойму, почему на нее взяли стоматолога, а не русского актера, который толпами штурмует Голливуд. И сегодня на яхте гость, который знает все тайны перевоплощения стоматологов в актеров. Продюсер, который помог Бузникову попасть в кино. Ну, а вот нет ощущения все-таки того, что, знаете, вот в этом городе, да, все хотят сниматься, и жук, и жаба. Да. Что, может быть, все-таки не стоит, если не дано? Если он себе позволит раскрываться по системе Станиславского хотя бы. Чтобы раскрываться по системе Станиславского, нужно изучить систему Станиславского и получить образование. Теперь все ясно. Уклончивые речи – доказательство того, что не Голливуд выбрал Алекса, а сам Алекс выбрал Голливуд. Точнее, его деньги дают шанс. Правда, небольшой. Русский бандит или отъявленный рэкетир. Но что не сделаешь ради искусства? Вот вам наглядный пример поговорки «У богатых свои причуды». Если есть деньги, можно и в кино посниматься. Лос-Анджелес – это не только возможность стать звездой Голливуда. Это еще и реальные шансы удачно выйти замуж. В Лос-Анджелесе проживает 300 тысяч долларовых миллионеров. Средний возраст богатеньких Бурати на 58 лет. Так что шансы встретить принца на Белой Тесле, ну, приличной девушке, весьма элеги. Охотниц на миллионеров здесь еще больше, чем желающих стать актрисами. Во всяком случае, на нашего сегодняшнего героя, Алекса Бузникова, сезон охоты давно открыт. Ну, это да, это как бы очень часто происходит. Девчонки приходят познакомиться с врачами. Потому что, значит, ну, считается, что врачи зарабатывают очень хорошие деньги. Бузников – желанная добыча для девушек не только потому, что врач. Он еще и член жюри конкурса «Лос-Анджелес» и многих других конкурсов красоты. Алекс Бузников начал судить красавец в 2013-м и с тех пор не может остановиться. Честно скажу, это очень странно. Я понимаю, когда в жюри зовут звезд – это для шоу. Когда зовут миллиардеров – это спонсоры. Но зачем в жюри брать доктора? А почему люди вас считают таким экспертом по женской красоте? Честно говоря, я даже не знаю. Но, может быть, просто это связано с тем, что у меня уже есть опыт работы в конкурсах. Но, в первую очередь, конечно, я смотрю на улыбку. То есть я как специалист, я сразу вижу, там, у кого хорошая улыбка, у кого нет. Вы как лошадей, по зубам. По зубам, да, по зубам. Кстати, самый красивый, хоть и совсем не идеальный наш эксперт-стоматолог, считает улыбку Мерлин Монро. У нее просто центральная верхняя зуба, у нее чуть-чуть длиннее. То есть такой немножко, как бы такой вариант, как у кролика, может быть. Но там не с такой, как бы, там нету перегрузки. То есть у нее, в принципе, гармоничная улыбка. Недавно одна из организаторов «Русская мисс Лос-Анджелес» призналась, что многие девушки предлагают большие деньги за участие в шоу. А кое-кто пытается получить корону и через постель. Интересно, Алекс Бузников этим пользуется? Иногда как-то у меня заведуется дружба с девушками. А отношения? Отношения. У меня была одна девушка, с которой мы познакомились на конкурсе «Красоты улики». Это вот короткое время с ней встречались. По большей части я просто дружу с теми девушками. Стоматолог Бузников не просто дружит с красотками, он еще использует их как ходячую рекламу своих клиник. А сколько стоит отбеливание? Ну, мы обычно берем около 400 долларов за отбеливание. Мы очень часто это бесплатно делаем, мы как бы делаем такой дополнительный бонус. Я знаю, что на одном из конкурсов Алекс отбелил зубы всем участницам. Их было 120. По 400 долларов. Теперь считаем. Где-то 48 тысяч. Какой, однако, щедрый мужчина. Правда, благодаря этой щедрости очень скоро денежный счет Бузникова заметно вырос. Выяснилось, что за этот день мы заработали очень много денег. Потому что многие девушки начали делать виниры у нас. Многие потом стали к нам приходить как пациенты. Я подумал, о, хорошо. Как-то Алекс подсчитал, что за 7 лет работы он сделал зубы 550 моделей. Это своеобразный рекорд. Настолько зубы могут поменять. Человека, да. Очень много историй, когда это меняет людям судьбу, на самом деле. То есть они начинают просто... Меня даже наворачиваются слезы. То есть настолько меняется жизнь у людей, реально. У Бузникова был случай, когда он кардинально изменил жизнь бездомной женщины. Всего лишь привел в порядок ее рот. У нее было денег, вот. И у нее были огромные проблемы в личной жизни. И где-то уже примерно за 40 ей сейчас уже, да. И мы когда сделали виниру, у нее все сразу пошло супер. Сейчас у нее свой ночной клуб. Она открыла мне прекрасно, значит, прекрасно сложилась личная жизнь. Даже замечательно просто. Непонятно только, кто оплатил виниры неимущей пациентке. Возможно, сам Алекс. Но эксперимент оригинальный. Сделать голливудскую белоснежную улыбку бездомной. Но все же самые любимые клиентки для Бузникова – это именно модели. Ассистентка стоматолога Юли уже не удивляется, что иногда ее вызывают на субботник. И клинику заполняют многочисленные красотки. Принечательный человек. Наши пациенты все любят ее очень сильно. Кстати, Юля тоже непростая девушка. Как и ее шеф со сложной и извилистой судьбой. Она не всегда работала в американской стоматологии. Еще недавно трудилась на Доме-2. Делала мейкапы-прически самой Ксении Собчак. В сравнении с темпераментной Ксюшей Собчак, лос-анжелеские конкурсы красоты – просто оазис спокойствия. Во всяком случае, член жюри Бузников скандальных подробностей не выдает. Драк я не видел здесь. Драк я здесь не видел. Ну, а какие-то там, может быть, знаете, там стекла в туфли насыпают. Много всяких историй рассказывают. Я не знаю. Хотя тут же сознается – ему запрещено рассказывать об изнанке жизни королев красоты. Сейчас я, например, буду судить следующий конкурс. Я даже не могу сказать, какой. Потому что если я скажу сейчас, какой конкурс я сужу, меня просто снимут с жюри. То есть у них очень жесткие правила. Интересно, а зачем ему соблюдать все эти жесткие правила? Почему Бузникова так тянет на все эти конкурсы красоты? Ну, а бы не считать, что это какой-то такой вот фантилирует все-таки немножко, когда мужчина в возрасте уже. Вовлекать молодыми девочками, а семья, поговорить. Мужчине нравятся модели. Зачем у с этого семьи? Тоже верно. Кстати, чтобы нравиться девушкам, Бузников и себе поставил виниры. Старался сделать под Брэдли Купера. У актера общепризнанный эталон шикарной голливудской улыбки. Я вижу, что вы все-таки молодиться как-то пытаетесь. Вот вы волосы красите, например. Ну, наоборот, я сейчас уже не могу. Возвращиваться, да. Как у Брэдли Купера. Кстати, актер и стоматолог действительно чем-то похожи. Оба выбрали для жизни Лос-Анджелес, оба купили здесь дома одинаковой стоимости, и оба обожают отдыхать на яхтах. Ну, что тут скажешь? Такая особая страсть быть ближе к звездам. Я увидел один мой знакомый, яхта – это дорого, но это дешевле, чем психолог. Дешевле, чем психолог, да. Чем психолог, чем дорогие. Чем психолог, да. Вот такая вот психотерапия у жителей Лос-Анджелеса. Финал сегодняшней прогулки оказался крайне неожиданным. Хозяин яхты подготовил сюрприз. Я знаю, что у тебя сегодня день рождения, поэтому тебя поздравляем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. 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 У нас будет небольшой музыкальный подарок, ребята. Спасибо. Да, вау. Оригинально. Таких подарков мне еще не делали. Слушать живую оперную арию в океане. Надо признать, эти богачи знают толк в эксклюзивных удовольствиях. Ну, что тут скажешь? Браво. На яхте доктора Алица не бывает лишних глаз. Только что я показала вам, как гуляет тот, кто вставляет не золотые, а бриллиантовые зубы. Он рассказал нам историю, которую вы не услышите нигде и никогда. Так что, если вы присоединились только сейчас, то плачьте или ищите нашу передачу на сайте RTVI. Меня ждут везде. Но я сама выбираю, куда пойду в следующий раз. Ваша Лиза Иссоха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...